Ну и географическое положение каждого из нас. Североморск на связи. Минусинск, Ноябрьск, Мао, Кузбасск, Стромская область, Клинцы, Ульяновск, Башкирия, Хакасия, Амурская область, Братск, Ростов-на-Дону, Татарстан, Арск, Краснодар, Калужская область, Псковская область, Москва, Мариэл, Крым, Бурятия, Янао, Томск. Вот честно, мы всегда думаем, что Владивосток приходит на утренние вебинары, но, как видимо, интересно еще и вечерние. Так, Шадринский район, в любом случае мы очень рады всех вас видеть. Астрахань, просто удивительно. Санкт-Петербург, Челябинская область, Златоуст, Новосибирск, Старый Оскол, Мордовия. Так, если у вас плохая связь, то отключайте видео со мной и связь улучшится. Обнинск, Самара, Тольятти, Владимир, Москва. Хорошо, и все остальные те, кто придут, сегодня мы с вами говорим об особенностях обучения и говорения при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Вопросов у нас сегодня очень много, поэтому вебинар будет достаточно продолжительный. Надеюсь на хорошее обсуждение вместе с вами всех этих вопросов. Надеюсь, что мы с вами разберемся, снимем часть из них и, соответственно, поймем, как нам готовиться, как работать в этих новых условиях. Итак, поговорим сегодня о ОГЭ, вводится, точнее, существует проект новой устной части ОГЭ, который приближен к ЕГЭ. С ЕГЭ мы работаем уже целый год, но я думаю, что не все еще успели познакомиться как следует. Итак, начнем мы с ОГЭ. Итак, извлечение справки о планированиях изменений КИМ основного государственного экзамена ОГЭ в 2016 году. Иностранные языки, принципиальные изменения в устной части, в письменной части изменений нет. То есть, как в том году ввели в сквозную нумерацию, больше никаких изменений там не произошло. В устной части экзамена приведена в соответствии с концепцией технологии проведения устной части ОГЭ. То есть, будет очень много похожего. Но, опять-таки, это проект экзамена, пока утвержденной версии нет, поэтому пока что только мы ее рассматриваем и начинаем, наверное, что называется, готовиться ко всему. Итак, проект раздела «Говорение ОГЭ в 2016 году» предусматривает три задания. В первом нужно прочитать вслух небольшой текст научно-популярного характера и дается время на подготовку полторы минуты. Во втором задании предлагается принять участие в условном диалоге-распросе, ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. В задании третьем необходимо построить законченное связанное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план, представленный в виде косвенных вопросов. Время на подготовку полторы минуты. Общее время ответа одного участника ОГЭ, включая время на подготовку, 15 минут. То есть, предполагается сделать три задания, части из которых похожи как раз на задание ЕГЭ. Но, опять-таки, оговорюсь, это проект, поэтому говорить, что это точно уже утвержденное мы не можем, мы его только пока что рассматриваем. Надеемся, что хотя бы к концу ноября проект будет утвержден, и тогда мы с вами проведем, конечно же, еще один вебинар. Проверяемые умения в ОГЭ и ЕГЭ. Они проверяют не то, что знают экзаменуемые о языке, а насколько он реально владеет иностранным языком. Поэтому не стоит путать вот эти два понятия, не заучивать какую-то определенную лексику, определенную грамматику или еще что-то. То есть, тут важно, чтобы ученик умел общаться на иностранном языке. Итак, задание 1, части говорения. Представляю вам задание, которое выдано в проекте демо-версии. Первое задание предполагает прочтение текста вслух. У вас есть полтора минуты для того, чтобы подготовиться молча. И затем будьте готовы к тому, чтобы прочитать его уже вслух. Время вашего чтения не должно составлять более двух минут. В текстах этих всех, которые по опыту уже ЕГЭ, заложены сложные слова. И, конечно же, нужно потренироваться, чтобы чтение текста не занимало большая продолжительность времени. Также очень важно научить посмотреть на этот текст изначально внимательно. И попробовать, например, выделить какие-то сложные слова и потренировать сначала их отдельно. Даже вот в течение этих полутора минут. Прочитать их про себя, вспомнить, как они точно называются. И, соответственно, после этого прочитать уже про себя весь текст и уже быть готовым прочитать его полностью. Хорошо. Давайте посмотрим на второе задание. Оно предполагает у нас принять участие в телефонном разговоре. Вы должны ответить на шесть вопросов и дать полные ответы на те вопросы, которые вам задаются. Помните о том, что у вас есть 60 секунд, чтобы ответить на вопрос. Звучит аудиозапись того, что происходит. И после этого необходимо, собственно говоря, ответить на эти вопросы. И сказать, например, на первый вопрос, how old are you, не мне 16, а I'm 16, а сказать I'm 16 years old. То есть давайте с одной стороны полный ответ, с другой стороны не закладывать сюда какую-то избыточную лишнюю информацию. Но это то, что в проекте. Я думаю, что может быть что-то уточнится. Поживем, увидим. Итак, в третьем задании предполагается посмотреть на фотографию, поговорить о фотографии. И вы должны начать, конечно же, через полтора минуты говорить, не более двух минут. Также дается план того, что конкретно интересует в монологическом высказании. Почему люди... И в данном случае интересуют ответы на вопросы. Почему люди любят делать фотографии? Почему фотографирование становится более популярным, чем в прошлом? Вот какое лучшее фото у вас есть из всех тех, что вы делали? Поскольку по той информации, которая есть сейчас, она абсолютно в свободном доступе на сайте ФИПИ, мы можем увидеть, что говорения ОГЭ технически и практически стараются привести к ЕГЭ. Соответственно, можно говорить о общении с компьютером так же, как в ЕГЭ. Итак, давайте рассмотрим критерии оценивания и выполнения заданий в устной части. Максимум можно получить 15 баллов за весь раздел. Так, в третьем задании мы говорим о снимке, а не о теме фотографирования. Да, это так. То есть фотография идет в помощь. Действительно, вы правы. То есть она как бы настраивает на тему. Значит, по сегодняшним сведениям, экзамен будет обязательным с 2022 года. Итак, давайте рассмотрим критерии оценивания и выполнения заданий в устной части. И, соответственно, начать с того, что максимум можно получить 15 баллов за весь раздел. Ну, с 2022 года идет обязательная, насколько, опять-таки, известная на данный момент ЕГЭ. Итак, максимум можно получить 15 баллов за весь раздел. Будем немножко сравнивать с ЕГЭ устной частью. За первое задание можно получить максимум 2 балла. В ЕГЭ 1 балл. 2 балла дается, если речь воспринимается легко, необоснованная пауза отсутствует. Фразовое ударение и интенсионное контуры произношения слов практически без нарушения нормы. Допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. Тогда мы получаем 2 балла. Если речь воспринимается достаточно легко, однако присутствует необоснованная пауза, фразовое ударение и интенсионное контуры практически без нарушения нормы, допускается не более 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. Если речь воспринимается трудом из-за значительного количества неестественных пауз, запинут неверную расстановку и ударение ошибок в произношении слов, или допущено более 7 фонетических ошибок, или сделаны 4 и более фонетических ошибки, искажающие смысл, то мы получаем 0 баллов. Я смотрю, у нас идет масса и масса вопросов. Презентацию можно будет скачать завтра. Три задания у нас идет в ОГЭ. Планируется введение обязательного ЕГЭ на данный момент. Известно, что с 2022 года. Вот у кого-то есть сведения, что с 2020. Я такими сведениями не располагаю. Все время идет какая-то новая информация. Поэтому, когда проект стоит в силу, в любом случае до нового года, надеемся, что в ноябре. Это про ОГЭ. Итак, задание 2. Какие у нас существуют критерии? Если ответ верен, то можно получить 1 балл за 1 вопрос. То есть, за каждый вопрос отдельно можно получить максимально 1 балл. Всего вопросов 6, соответственно, и баллов 6. Итак, 1 балл дается. Дан полный ответ на поставленный вопрос. Допущенные отдельные фонетические, лексические, грамматические погрешности не затрудняют понимание. Если 0 баллов, то ответ на вопрос не дан, или ответ не соответствует заданному вопросу, или ответ дан в виде слова или словосочетания, или допущенные фонетические, лексические и грамматические ошибки, препятствующие пониманию ответа. Ну вот, соответственно, так можно заработать на каждом вопросе по отдельному баллу и получить максимум 6 баллов. Вот пишет Аксан Суин. В задании 3, чтобы уложиться в 2 минуты, нужно сказать примерно 3 фразы по каждому пункту, я так понимаю. Да, действительно так и предполагают разработчики. Так, в задании 3, тематическом и логическом высказании. Максимум можно получить 7 баллов. Эти 7 баллов идут составными такими частями. То есть, за коммуникативную задачу максимально можно получить 3 балла, за организацию высказывания и языковое оформление по 2 балла. Так, получается 7. Давайте смотреть. Итак, если коммуникативное задание выполнено полностью, цель общения достигнута, тема раскрыта в полном объеме, полно и точно и развернуто раскрыты все аспекты, указанные в задании, то мы получаем 3 балла. Если задание выполнено, цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме, один аспект раскрыт не полностью, то мы получаем 2 балла. Давайте сразу поговорим об организации высказываний и языковое оформление. Итак, организация высказываний. 2 балла можно заработать. Если высказывание логично имеет завершенный характер, имеется вступительная и заключительная фраза, соответствующая теме, средства логической связи используются правильно. Получаем 2 балла. Если языковое оформление, можно получить 2 балла, если использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказываний соответствует поставленной задачи, допускается не более 4 негрубых лексико-грамматических ошибок и или не более 3 негрубых фонетических ошибок. Тогда мы получаем еще 2 балла и, соответственно, получаем в итоге 7 баллов. В коммуникативной задачи, снова возвращаемся к ней, получаем мы 1 балл. Если задание выполнено частично, цель общения достигнута, частично тема раскрыта в ограниченном объеме, один аспект не раскрыт, или все аспекты задания раскрыты неполно, или два аспекта раскрыты не в полном объеме, третий аспект дан полно и точно. И по одному баллу можно получить за языковое оформление и организацию, если высказывание в основном логично, имеет достаточно завершенный характер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза, имеются одно-два нарушения в использовании средств логической связи. Языковое оформление, использование словарных запас, грамматические структуры, фонетические оформления высказываний соответствуют поставленной задаче. Допускается не более 5 негрубых лексико-грамматических ошибок, или не более 4 негрубых фонетических ошибок. Тогда мы получаем 1 балл, если мы не соблюдаем даже к в данном объеме. ...этически, это не грубая. Если сказать, я не знаю, вместо yellow елоу, то, соответственно, уже это будет скорее грубой. То есть, будет достаточно сложно понять, что именно означало это слово. Да, вот как пишет Алексей Васильевич, грубая ошибка влияет на понимание, не грубая, не затрудняет понимание. То есть, если понять можно, значит, она не грубая. Итак, готовится к выпуску пособие ОГА английский язык, устная часть, тренировочные тесты, автор Радислава Петровича Миллорода. Пособие будет содержать 15 тренировочных тестов в новом формате. Каждый тест посвящен одной из тем, примерной программы. Это дает ученикам возможность повторить тематическую лексику и освежить свои знания. То есть, как только будет утвержден ОГА говорение, уже проект будет утвержденным, и этот вопрос будет решен, в ближайшее время появится пособие ОГА английский язык, устная часть, Радислава Петровича Миллорода. А happyenglish.ru для восьмого класса тоже есть. Покажу вам несколько примеров из учебников, чтобы показать то, что мы на самом деле занимаемся этим каждый год. И, соответственно, готовим их день за днем к экзамену и к устной части говорения. Вот Елена пишет, в июне 2016 года ученики сдают по этому проекту. Это пока что проект. Как только он будет утвержден, и если он будет утвержден именно так, как есть, что, скорее всего, тут, соответственно, конечно же, они тогда уже будут сдавать по нему. Так, а это пособие, соответственно, новой примерной программы? Нет, примерная программа как была, так и есть. Просто взяты темы из примерной программы, которые необходимы для усвоения, и, соответственно, по этим темам подобраны задания, чтобы проработать каждую из необходимых тем. Итак, что необходимо в задании в happyenglish.ru для восьмого класса? Здесь необходимо ответить на вопросы. Соответственно, так можно построить либо диалогическую речь, либо воспользоваться этими вопросами как планами, построить монолог, чтобы будет хорошая подготовка ко второму, либо третьему заданию в ОГЭ. Да, на вопросы, которые были во втором задании, предполагается развернутый ответ учащихся. Итак, еще один пример с happyenglish.ru для восьмого класса. Нужно в задании B быть готовым к тому, чтобы поговорить о российских газетах и использовать вопросы как план. То есть мы все время учим работать с планами, работать с заданием, учим правильно читать задания. И, соответственно, если они этому научились, то у них будут высокие результаты. Так, в New Millennium English для девятого класса мы можем увидеть вот такое задание, где в группах по три или четыре человека нужно обсудить следующее утверждение и сообщить свои результаты всему классу. То есть так они работают в, соответственно, в малых группах, общаются на уровне полиологического общения. И, воспользуясь планом, который у нас расположен справа в таблице со стрелками, мы, соответственно, им достаточно просто подготовить логически связанное монологическое высказывание. Так, каких авторов по подготовке вы посоветесь? Посовет Радислава Петровича Миллиуда. По ДГ будет выпущено у нас буквально в первых числах ноября. По ОГ, как только проект будет утвержден. Это если касаемо части говорения. Если касаемо остальных частей, то есть письменных частей экзаменов, то я в конце тоже посоветую вам пособие. Так, если мы говорим про говорение. Здесь необходимо в New Millennium English для восьмого класса тоже есть заложена подготовка. где в третьем задании нужно создать такую короткую, веселую историю. И, собственно говоря, следовать следующим шагам. В группе посмотреть на картинку и решить, картинка есть. К сожалению, сейчас у нас презентация немножко по-другому. Показывается не могу. Показать все сразу и полностью. И, значит, решить, о чем эта история. Использовать те идеи слова, словосочетания, которые у нас в таблице. Использовать выводы, которые были сделаны в предыдущем упражнении. И подумать о последнем предложении. То есть еще раз напоминается о том, что вступительные и заключительные фразы обязательно должны быть. Какая стратегия подготовки к говорению? Продуктивно. Продуктивно отрабатывать задания по тематикам. В первую очередь продуктивно учить быстро реагировать на реплики других собеседников. Продуктивно. Опять-таки говорить о том, что если вы не помните слово, его стоит обойти, либо вообще переставить предложение так, чтобы его не использовать. То есть вот такие вещи, они, конечно, продуктивны. И о многих из них мы сейчас поговорим. На что стоит обратить внимание? Научите учащихся воспринять на слух различные акценты, чтобы они совершенно спокойно ориентировались во втором задании, как в данном случае. Научите воспринимать различный темп речи, чтобы они спокойно воспринимали как более быстрый, так и более медленный темп речи. Больше говорите на английском языке во время урока. То есть, конечно же, не стоит объяснить грамматику на английском языке, но если есть такая возможность, какие-то простые фразы, которые могли бы звучать на русском, стоит, конечно же, их произносить на английском. Больше на урок уделяйте время заданиям на говорение. Даже если у вас большие группы, даже если у вас кто-то, как вам кажется, не тянет, конечно же, стоит все-таки уделять внимание и время заданиям на говорение. Тренируйте скорость реакции на реплики собеседника, чтобы ваши ученики умели быстро ответить на то или иное высказание. Для этого помогает как раз общение в группе, так групповые задания на учебно-речевую ситуацию, допустим, формы ролевой игры и так далее. Таких заданий очень много в учебниках. Да, также можно посоветовать, если мы говорим про письменную часть, как пишет Саламатина Галина Геннадина, контрольную работу тетрадь номер 2 к учебникам enjoyenglish и happyenglish.ru. Действительно, это хорошая подготовка. Итак, еще один пример в happyenglish.ru для 9 класса, где нужно перестроить предложение из прямой речи в косвенную. Соответственно, это хорошо нас готовит к тому, чтобы уметь построить свое монологическое высказывание из прямой речи. То есть, прямая речь, конечно, обычно проще дается, но если мы говорим про монологическое высказывание, соответственно, возникает потребность в косвенной. Еще один пример. Из happyenglish.ru для 9 класса, где как раз нужно поработать в группе и обсудить следующее. Что вы думаете об успехе и славе? Гарантировать ли они счастье? Хотелось ли бы вам быть знаменитым? И сообщить, соответственно, нужно свое заключение классу. То есть, у нас, соответственно, работает и полологическая речь, когда мы обсуждаем это все. Мы учимся реагировать на неожиданные реплики и фразы. И затем у нас тренируется иммунологическая речь, когда нам нужно прорефлексировать и кратко и сжато и логично рассказать о своих выводах всему классу. В чем принципиальное различие в устной части ЕГЭ и ОГЭ? Если брать проект, то различия в критериях оценки незначительные. В количестве, максимальном количестве баллов, то есть там 20, здесь 15, если опять-таки говорим проект, и в количестве заданий, там 4, здесь 3. Давайте посмотрим на еще один пример. Развитие навыков диалогической речи. В нем или нет, или же для 9 класса, в задании на говорение нам нужно составить разговор, воспроизвести разговор, то есть попробовать вступить в различные роли. Роли будут такие, это будет отельер и гость, собственно говоря, отеля, где нужно выполнить следующие пункты плана, их раскрыть и, соответственно, создать такой разговор. Ролевое общение очень хорошо помогает подготовиться, то есть к говорению на экзаменах. Также можно поработать с упражнением измениваем English для 9 класса, где нужно поиграть в такую игру, где даются, я не буду сейчас зачитывать, потому что у нас очень-очень много сегодня нужно посмотреть, где нужно, собственно говоря, дается возможность расслабиться, подумать о своем монологическом высказании посредственно тех вопросов, которые назовет учитель, открыть глаза и, собственно говоря, рассказать о том, что вы увидели, то есть описать фактически увиденное, то, как вы увидели свое монологическое выступление. Так, значит, сколько времени на весь экзамен? 15 минут на всю устную часть ОГЭ и ЕГЭ дается. Так, всю подробную информацию, все официальные документы можно найти, как всегда, на сайте FIPI. Устная часть экзамена ЕГЭ, давайте теперь посмотрим на нее. Внесены уточнения формулировки заданий и уточнены критерии оценивания. Вот голос Ирины комментирует предыдущий пример, осталось только закрыть глаза. Отчасти да, потому что очень важным моментом является то, чтобы наши учащиеся чувствовали себя комфортно с психологической точки зрения на экзамене. Очень много есть студентов, очень много есть учеников, которые не отличаются какими-то нереальными талантами, на уроках очень посредственно, на экзамене они умеют мобилизоваться, вспоминая все то, что казалось, они никогда и не знали, и, соответственно, получать хороший блок, просто потому что они не волнуются. Где можно приобрести будет пособие ОГЭ, английский язык, устная часть, тренировочные тесты Миллорда. Их можно будет приобрести на englishteachers.ru в интернет-магазине. Как только утвердят проект устной части говорения ОГЭ, мы, собственно говоря, постараемся в кратчайшие сроки выпустить данную книгу. Итак, давайте посмотрим на принципы подготовки уже к ЕГЭ, поскольку кто-то успел познакомиться, кто успел познакомиться, комментируйте, пожалуйста, отвечайте на вопросы. И, соответственно, коллег, которые задаются в чате, кто-то еще нет, поэтому давайте посмотрим на принципы подготовки к ЕГЭ. ЕГЭ проверяет сформулированность коммуникативной компетенции, а не знание конкретной лексики или информации. Это, в принципе, не может быть единственного учебника списка лексики и тому подобное, которое можно выучить и сдать ЕГЭ. Только механическое выполнение заданий формата ЕГЭ не позволит подготовиться к экзамену. Для подготовки к ЕГЭ необходимо формировать коммуникативную компетенцию, учить школьников, использовать известную им лексику, языковой материал для решения конкретных коммуникативных задач. Этому служит весь курс обучения в школе. То есть, если они не помнят какого-то слова или какого-то выражения, стоит обойти это, либо вообще об этом не упомянуть. Это будет лучше, чем, собственно говоря, сказать что-то совсем неправильное. Либо остановиться и долго-долго думать об этом, и, соответственно, время экзамена будет уже закончено. Задания формата ЕГЭ должны включаться в УМК, но УМК прежде всего должен быть построен на заданиях, формирующих коммуникативную компетенцию, учащихся в целом. Таких заданий очень много, и сегодня мы некоторые из них с вами увидим. Итак, какие же у нас присутствуют критерии в ЕГЭ? Как я говорил, максимально можно заработать 20 баллов за весь раздел, и, соответственно, все критерии точно так же расписаны, разложены по заданиям. В первом задании максимально можно получить 1 балл, и рассматривается именно фонетическая сторона речи. Итак, если речь воспринимается легко, необоснованной паузы отсутствуют, фразовое ударение, интенсионные контуры, произношение слов без нарушения нормы, допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. Тогда мы получаем 1 балл. Если речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, или сделано более 5 фонетических ошибок, или сделано 3 более фонетические ошибки, искажающие смысл, то мы уже получаем 0 баллов. Но, тем не менее, балл за баллом за каждое задание можно получить очень и очень хороший результат. В задании 2. Так, нужно ли вступление во втором задании, или вопросы задавать нужно сразу? Во втором задании, сейчас мы увидим, отвечать нужно в ОГЭ по проекту, во втором задании, скорее всего, нужно поздороваться, и после этого уже задавать вопросы. Итак, задание 2. Максимум 5 баллов. По практике пишут, что нужно сразу, я думаю, что те, кто уже выпускал своих учеников, в этом плане уже на практике знают больше, поскольку всего не опишешь. Желательно сразу отвечать на вопросы. Итак, задание 2. Максимум 5 баллов. Оценивается отдельно каждый из 5 задаваемых вопросов. Итак, если вопрос по содержанию отвечает поставленной задачей, имеет правильную грамматическую форму прямого вопроса, да, еще раз говорю о том, что уточнено, что вопросы обязательно должны быть прямыми, то, соответственно, возможные фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятие, соответственно, получаем 1 балл. По конкретно 1 вопросу, всего вопросов 5, поэтому 5 баллов максимум. Если вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче, или не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса, или фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации, то мы получаем 0 баллов. Вот пишет тоже коллегия, без лишних фраз, типа «Здравствуйте» и «До свидания». Да, то есть сразу задаем вопрос. Какие у нас критерии оценки 3-4 задания? Там критерии оценки уже идут составные. Всего можно получить 7 баллов. И, соответственно, оцениваются 3 критерия. Решение коммуникативной задачи, содержание, организация высказывания, языковое оформление высказывания. Максимально можно получить за коммуникативную задачу, набрать 3 балла. И именно вот за что. Коммуникативная задача выполнена полностью, содержание полно, точно и развернуто, отражает все аспекты указанных в задании. И, опять-таки, уточнение этого года. Дано 12-15 фраз. То есть ваш монолог состоит из 15, допустим, фраз. Получаем 3 балла. Соответственно, далее. Если коммуникативная задача выполнена частично, один аспект не раскрыт, остальные раскрыты полно, или 1-2 раскрыты не полно, всего в итоге у нас 9-11 фраз, то мы получаем за коммуникативную задачу 2 балла. И также максимально по 2 балла можно заработать за языковое оформление и организацию высказывания. Итак, за организацию высказывания можно получить 2 балла, если оно логично и имеет завершенный характер, имеются вступительные и заключительные фразы, соответствующие теме средств, логической связи используются правильно, 2 балла получили. Если используемый словарный запас и грамматические структуры и фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче, допускается не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок или не более двух негрубых фонетических ошибок, то мы получаем тоже 2 балла. То есть, итого, если по 2 балла за организацию и за языковое оформление, и 3 балла за коммуникативную, то 7 баллов максимальных мы получаем. Если коммуникативная задача выполнена не полностью, 2 аспекта не раскрыты, остальные раскрыты полно, или все аспекты раскрыты не полно, всего у нас есть 6-8 фраз, то мы получаем 1 балл. Точно так же 1 балл можно получить, если высказывание в основном логично имеет достаточно завершенный характер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза, или средства логической связи используются недостаточно, 1 балл. Также 1 балл можно получить за языковое оформление, если используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказываний в основном соответствует поставленной задаче, допускается не более 4 лексико-грамматических ошибок, из них не более 2 грубых, или и не более 4 фонетических ошибок, из них не более 2 грубых, то мы получаем опять-таки 1 балл. Если и эти условия не выполнены, то уже получаем 0 баллов. Например, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%. И опять-таки очень важное примечание, при получении взаменовым 0 баллов по критерию решения коммуникативной задачи, все задание оценивается в 0 баллов. То есть, конечно же, нужно, чтобы коммуникативная задача была решена более чем на 50 баллов. Итак, цель первого задания. Понимать содержание читаемого и правильно оформить фонетическую сторону устной речи, звуки в потоке речи, интонацию, ударение и беглость речи. То есть, тут нужно научить правильно читать. Все это возможно, мы сегодня об этом с вами еще поговорим. Какие средства подготовки к части говорения у нас есть? Итак, задание 1. Чтение вслух. Обучение чтения в курсах строится на основе метода звукобуквенных соответствий в таких учебниках, как happyenglish.ru и enjoyenglish, а в мире на основе целого слова. Дети учатся анализировать слова на основе правил чтения с опорой на транскрипцию. Основное обучение чтения идет в начальной школе. Интонационный рисунок при чтении формируется с помощью аудиоприложения, записанного британским актером. Все тексты учебника записаны на аудиодиск. Тут очень важно работать с аудиозаписями, показывать эталонное произношение для того, чтобы учащиеся могли к нему стремиться. Давайте посмотрим далее. Итак, в задании 1 нужно прочитать текст слух. Давайте посмотрим на этот текст. Это из демонстрационного варианта этого года для ЕГЭ. И давайте посмотрим. Здесь заложены сложные слова. Здесь есть слова, которые стоит, прежде чем выполнять задание, конечно же, про себя проговорить. И, соответственно, этот текст нужно прочитать не более чем за полторы минуты. То есть, нужно потренироваться с секундомером, чтобы за 90 секунд этот текст в спокойном темпе укладывался. Итак, также хочу вас познакомить с ЕГЭ «Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты». Автор Радислав Петрович Милев также. Он, как я уже говорил, выходит у нас в ноябре. И давайте рассмотрим первое задание, как предлагается готовить. Сразу скажу, что в этой книге задание построено не по тестам, а по необходимым для выполнения упражнениям. То есть, 40 заданий на первое упражнение, 40 заданий на второе, 40 на третье и 40 на четвертое. Именно так вы получаете огромный банк тестов, поскольку их можно перемешивать, их можно выполнять для тренировки различных тем. Одно за одним у вас есть масса возможностей для того, чтобы позаниматься с данными упражнениями. И первое задание у нас идет озвученное для того, чтобы было с чем сравнить. Сразу скажу, на новой у нас площадке вебинаров невозможно включить одновременно аудиозаписи и смотреть на текст. Поэтому давайте сначала, пока я говорю, посмотрим на текст. И, соответственно, я вам включу сейчас аудиозапись. Надеюсь, что у всех пойдет. Для того, чтобы вы поняли, как замечательно, когда есть эталонное произношение, и можно сравнить, можно записать себя и попробовать, соответственно, научить учащихся правильно произносить те или иные слова, правильно строить свое высказание с фонетической точки зрения. Паск 2.1 You are considering staying at a hotel Vegetarian menu. You have 20 seconds to ask each question. Да, извините, Случайно включу вам второе задание, но, соответственно, потом уже включать не буду. Давайте все-таки вернемся к первому. Извините, вверху написано. Случайно. You will not have more than one and a half minutes to read it. Six of the Earth's seven continents are inhabited on a large scale. Asia is the most populated continent, with its 4.3 billion inhabitants. This accounts for 60% of the world population. The two most populated countries of the world are China and India. These countries together constitute about 37% of the whole population of our planet. Africa is the second most populated continent. It is home for about 1 billion people. This makes 15% of the world's population. Europe has 733 million people, and this makes up 12%. Latin American and Caribbean regions are home to around 600 million people, 9%. Northern America, primarily consisting of the United States and Canada, has a population of around 352 million, 5%. And Oceania, the least populated region, has about 35 million inhabitants, 0.5%. What about Antarctica? Though it is not permanently inhabited by anybody, Antarctica has a small, changing international population, living in polar science stations. Так, возвращаемся к презентации. Сразу с самого популярного вопроса, который не популярен, потому что новое время не позволяет демонстрировать текст и давать звучание. Новое пособие, что ОГЭ, что ЕГЭ, можно будет увидеть у нас в интернет-магазине издательства «Титл». По ЕГЭ устное пособие Радислава Петровича Мирова можно будет увидеть уже в ноябре. Самое главное, на что я хотел обратить ваше внимание, что вы можете показывать своим ученикам эталонное произношение, конкретно таких текстов, которые будут предложены у вас на экзамене, и, соответственно, работать с ними. Да, оно отличное для понимания, можно записывать и учеников, чтобы они учились тоже сравнивать себя и, соответственно, могли говорить хорошо. По поводу поправлений. Можно поправить себя, но засчитываться будет всегда повтор. То есть, как второй раз сказал, так и засчитываю. Вот. Вот, соответственно, так, если на какой-то вопрос пока звучало, не было ответа, то повторите его еще раз, постараюсь ответить. Так, в УГЭ и ЕГЭ устная часть будет обязательной. Да. В УГЭ всегда была устная часть обязательной. В ЕГЭх? Да, тоже. А если нет, то, соответственно, и баллов будет меньше. Итак, какое предложение соответствует картинке? Это те задания, которые можно найти из учебников, по которым мы работаем. Данное задание из Эншо Ингриш для второго класса. Выбери и прочитай правильный ответ. То есть, мы все время учим чтение. У нас с самого второго класса хотя бы по одному предложению научим читать правильно. Вот Юлия Вячеславовна правильно пишет. Засчитывается все равно последний. Да, именно последний вариант ответа будет засчитываться. Чтение вслух из happyenglish.ru для второго класса. В happyenglish.ru идет сравнение русских звуков и английских. И, соответственно, мы учим правильно произносить английские звуки посредством вот таких уроков ворона. В happyenglish.ru для третьего класса можно найти вот такие чанты на правила чтения, заклинания, которые являются фактически скороговорками, которые помогают отработать те или иные сложные слова и звуки. Еще раз напоминаем про критерии оценивания задания 2 условный диалог-распрос. Вопрос заданной возможной погрешенности не затрудняет воспринятие. 1 балл. Если вопрос не заданной или заданной с ошибками искажающего содержания, 0 баллов. Всего можно набрать 5 баллов. Итак, цель задания 2 проверить умения. Осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства оформления идеологического высказывания. То есть вот такие именно у нас цели, именно такие умения проверяются в задании 2. Давайте посмотрим на пример из этого демонстрационного варианта этого года. Демонстрационного варианта ЕГЭ. Где представлена вот такая фотография. Welcome to our school of breakdance. Необходимо выяснить вот что. Вы хотите начать занятие по breakdance. И сейчас вы хотели бы выяснить больше информации. За полтора минуты спросите 5 вопросов и выясните следующее. Выяснить нужно 5 пунктов плана. Соответственно вопросы должны отвечать на эти ответы, предполагаемые должны быть вот именно эти пункты. Нужно выяснить плату за обучение, где находятся, будут проходить эти курсы, программа курса, специальная, требуется ли специальная одежда и имеются ли ежедневные занятия. У вас есть 20 секунд для того, чтобы ответить на эти вопросы. Вопросы, конечно же, должны быть прямыми, как и написано в задании. Да, questions. Итак, условный диалог и расспрос. Диалогическая речь является ведущей с первого года обучения. Диалогическая речь отрабатывается в различных коммуникативных ситуациях, у нас постоянно на занятиях. Используются речевые клишеи, этикетные формулы и используются различные типы диалога в курсе. Все это помогает нам подготовиться к экзамену. Год за годом мы к этому идем, поэтому никаких особенных проблем в принципе не должно быть. Опять вернемся к ЕГЭ, устной части тренировочные тесты Радислава Петровича Миллева, которая готовится к выпуску. Как я говорил, как видно на предыдущем слайде, все у нас упражнения разбиты по заданиям. То есть, соответственно, задание 2 и идет 40 уже упражнений. Давайте посмотрим на самое первое задание, которое предлагается для тренировки, чтобы подготовиться к заданию 2 в ЕГЭ. Итак, вы собираетесь остановиться в отеле, и сейчас вы хотели бы получить больше информации. В течение полутора минут задайте 5 прямых вопросов и выясните следующее, где находится отель, есть ли особые условия для студентов, цена за ночь, какие-то дополнительные возможности, есть ли вегетарианское меню, и у вас есть 20 секунд для того, чтобы задать эти вопросы. Это задание озвучено, мы с вами его уже услышали, и, соответственно, уже можно дальше с ним работать. Давайте посмотрим далее. В Enjoy Image для второго класса мы можем встретить, например, вот такой пример. То есть, мы все время к этому готовим, поэтому не нужно бояться. Выбери себе роль героя сказки или мультфильма, представь себе, расскажи, что ты умеешь делать, изобрази эти действия. Если ты хочешь узнать о том, что умеет делать твой собеседник, спрашивай вот так. И дальше идут грамматические модели, которые помогут нам подготовить, например, к заданию 2 и научить учащихся строить вопросы правильно. В New Millennium Image для 10 класса, например, можно встретить вот такое задание, где необходимо посмотреть на картинку и сказать, что вы думаете о этих людях, живущих там, что вы чувствуете, смотря на них, не хотели бы вы им помочь. Да, такие вопросы помогут нам с вами раскрыть идею этих фотографий, поработать с планом, научиться правильно читать задания. Вот неправильное прочтение задания одна из самых важных, самых основных ошибок. Задание 3. Описать фото. Необходимо посмотреть на 3 фотографии, да, это опять-таки задание из демонстрационного варианта этого года, и представить, что эти фотографии из вашего фотоальбома, и выбрать одну фотографию для того, чтобы презентовать ее друга. То есть, кому презентуем другу, сколько фотографий одну. Просто очень частый вопрос, соответственно, акцентируя на этом внимание. Давайте посмотрим, что уже дальше требуется в задании. У вас есть полтора минуты на подготовку, и две минуты для того, чтобы составить монологическое высказание в 12.15 предложений. Опять-таки, как я говорю, уточнены формулировки заданий. Здесь, соответственно, присутствует у ребят сразу оговорка, что 12.15 предложений необходимо, чтобы прозвучали они. И, соответственно, когда вы будете говорить, помните, нужно раскрыть 5 пунктов плана. В среднем получается по 3 предложения. Что или кто на этом фотографии изображен, что происходит, кого вы запечатлели в своем альбоме, почему вы решили показать эти картинки вашему другу. То есть, вы должны рассказать, почему вы именно захотели показать их именно ему. Вы должны договорить связанное и начать с фразы «Я выбрал фото номер, допустим, 2». Критерии оценивания заданий 3-4. Как мы говорили, давайте пройдемся еще раз по основным моментам. Итак, 3 балла за коммуникативную задачу, если 12-15 фраз у нас есть. 2 балла, если 1 аспект не раскрыт, 9-11 фраз. 1 балл, если 2 аспекта не раскрыты, 6-8 фраз. 0 баллов, если менее чем 50%. Цель задания 3-4 проверить умение. Строить высказания в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сферы общения. Логичность связана строить высказания, используя стратегии описания сообщений и рассуждений, точно и правильно употреблять языковые средства оформления и логического высказывания. Описание картинки. В курсах много заданий на описание картинок в различных коммуникативных ситуациях. Идет отработка лексики и грамматики, а частая проблема – это описание нелогично, трудно начать. Решением может быть описание с использованием типичных patterns of description, о которых мы говорили на предыдущих вебинарах о ЕГЭ устной части. Там можно о них посмотреть. Сегодня я вам предложу тоже своеобразные patterns of description, которые тоже могут быть вам полезны. Итак, в Enjoy English, например, для второго класса можно найти задание, которое подготавливает к описанию картинки, где нужно помочь Тому раскрасить портрет артистов театра, рассказать о них, используя модель. Все-таки модель поможет нам составить это предложение правильно. Задание третье. Описание картинки. Значит, в данном случае нужно составить предложение, которые описывали бы эти картинки. Также в этих предложениях заложено языковое облегчение, то есть есть слова, которые можно использовать. Еще одно задание на описание картинки, где нужно посмотреть и прочитать название домов и сказать, какие из этих групп слов описывают те или иные дома. То есть, в принципе, отработать лексику по данной теме. В задании третьем также в Enjoy English для 11 класса для него можно найти такое упражнение 52 на странице 22, где необходимо посмотреть на картинки и сказать, что бы они могли сделать с вопросами глобализации, как помочь в этом вопросе. Также в happyenglish.ru тоже есть подобные задания во втором классе, где, например, в первом задании Робинзона рассматривает предметы на рисунках, но он забыл, как они называются. Произнеси эти слова по-английски. Соответственно, так мы можем уже тоже научить работать с картинкой и потренировать учащихся к заданиям говорениям в девятом классе. Описание картинки. В ответ на свое послание Аня получила много шутливых комментариев. Задание один. Некоторые даже прислали картинки с поражением существ, с необычной внешностью. Послушай описание два раза, соедини имя каждого существа с его изображением. А во втором задании опиши одноклассникам одного из кленов своей семьи. Одноклассники должны догадаться, кого ты описал. Соответственно, мы учимся как работать с картинкой, так и описывать предметы либо каких-то людей. В шестом классе, в шестом задании, как мы видим здесь, нужно описать картинки, сказать, что произошло, использовать слова somebody, something, everybody, everything, etc. То есть, использовать необходимую лексику. В шестом задании также можно найти в шестом классе в третьем задании на одной странице, странице 207, можно найти такое задание, где нужно сказать, посмотрев на картинки, почему все эти люди больны и почему и что они для этого сделали вчера. Также дается модель, и так мы учим описывать картинки, строить необходимые высказания в соответствии с требованиями в задании. Итак, описание картинки. Очень интересное задание в учебнике для седьмого класса в разделе проект, которое очень как раз похоже на формулировку задания говорения в третьем, в третьем задании устной части ЕГЭ. My summer adventure. Да, где нужно описать, сделать и описать фотографию со своего летнего отдыха. Описание картинок также присутствует в учебниках Милли, не умилением English, так во втором классе нужно рассказать про самую замечательную пиццу, которую именок может придумать, либо нужно рассказать о том, что Стив и Венди делали на фестивале. Также дается вступительная фраза. В задании четвертом, давайте посмотрим на него. Необходимо сравнить две фотографии. Еще один пример из демонстрационного варианта ЕГЭ этого года. Нужно изучить две фотографии и за полтора минуты быть готовыми, чтобы найти схожести и различия в фотографиях. Опять-таки по плану, то есть нужно раскрыть пункты плана, дать 15 фраз и тогда получить высший балл. Значит, нужно дать короткое описание фотографии, что происходит, где это происходит, сказать, что картинки, что на этих фотографиях общего, сказать, что на этих фотографиях различного, сказать, какие из тех действий, которые выполняются на картинках, вы предпочитаете и объяснить, почему. Опять-таки даются пояснения специально, это именно уточнение этого года, специально для наших учащихся. вы должны говорить не более чем две минуты, должны высказать 12-15 фраз и вы должны говорить продолжительно. Все это дает возможность нам с вами подготовить учащихся как следует и обязательно нужно акцентировать внимание на задании. Если они внимательно прочитают задание, то у них уже будет гарантированная возможность того, чтобы получить высший балл. Итак, ЕГЭ английский язык устная часть. Автор Радислав Петрович Милют в пособии выйдет в ноябре. Давайте посмотрим на опять-таки первое на предлагаемое задание тренировочное к четвертому заданию в ЕГЭ. Итак, 4.11. Study with two photographs 90 seconds be ready to compare and contrast with photographs. Значит, нам нужно также описать их по плану. То есть, формулировка задания абсолютно такая же, как в ЕГЭ, только, соответственно, отрабатывается необходимая тема из примерной программы. Описание и сравнение. Сложность не столько в том, чтобы описать картинку, сколько в том, чтобы сравнить два предмета, изображение или понятие. Требуется не только лексика, но и логика. В курсе даются опоры для сравнения пункт за пунктом и вырабатывается алгоритм такого сравнения, начиная с конкретного уровня, сравнения двух предметов, и заканчивая абстрактным уровнем, сравнением понятия или уровнем развернутого сравнения, сравнения сетов в одиннадцатом классе. Уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждаем не вопросы выбора учебника и смены учебника, мы обсуждаем ОГЭДГЭ. Поверьте, вот сейчас вопрос стоит намного более остро, поэтому призываю вас все-таки придерживаться темы вебинара, потому что иначе очень сложно. я стараюсь смотреть ваши комментарии, смотреть ваши вопросы, не нахожу ничего по теме, и мы все с вами соответственно отходим от нее, сбиваемся и получаем ту информацию, которую хотели вы все я рассказать, а вы услышите. Итак, в Enjoy English для пятого класса мы можем найти вот такое задание, которое помогает нам подготовить к четвертому заданию. Почему я показываю задание из упражнений из разных учебников разных лет, то есть как второй класс, как пятый, как и остальные, потому что мы в течение всего нашего обучения в школе готовим к устной части как ОГЭ, так и ЕГЭ. Поэтому я их показываю, чтобы вы могли собственно говоря акцентировать свое внимание на тех или иных заданиях, когда вы проходите их в учебнике. Итак, 105-е задание, где нужно объяснить разницу между двумя ситуациями, когда у нас голуби и вороны сидят под дождем и когда они сидят под палящим солнышком. Именно так можно, ну хотя бы на таком достаточно элементарном уровне сравнить две картинки, в пятом классе это будет уже достаточно серьезное сравнение и начать готовиться к устной части экзамена. HappyEnglish.ru для шестого класса можно найти вот такие задания. Послушайте информацию, найдите соответственно между картинками и их описанием. То есть здесь мы ищем общие признаки, что же является хорошей подготовкой, потому что подчастным бывает даже сложнее, чем найти разницу. также вне MeEnglish для девятого класса можно найти вот такое задание, где нужно посмотреть на картину серая и ответить на вопросы. Данные вопросы будут фактически являться планом логического высказывания. Описывать картины, особенно такие, где есть какая-то доля абстракции либо полностью абстрактной, намного сложнее, чем фотографии, поэтому тоже будет являться хорошей тренировкой к экзамена. И давайте посмотрим уже внимательно, вернемся сейчас еще раз к той картинке, а точнее мы к ним вернемся позже. Итак, если посмотреть на эти картины, их описывать еще сложнее, есть план, и давайте я вам, как обещал, расскажу такие элементарные приемы, как описывать картину или фотографию. собственно, выведены они по очень простому принципу из того, как строят свои произведения в виде картин художники, как они привлекают наше внимание к тому или иному элементу. В данном случае существует всего-навсего два основных принципа построения любой картины. как мы можем увидеть, допустим, на примере вот этой картины, я сейчас показываю красной стрелкой, наше внимание в основном привлечено к черному кругу в середине. Соответственно, мы начинаем с него, что вот есть черный круг в середине, от него по спирали идут какие-то еще другие загогольные, то есть так мы описываем эту фотографию. Это круговое построение композиции. Есть диагональное построение композиции, которое мы можем увидеть здесь, если приглядеться, можно увидеть бутылку, поднос и какие-то фрукты. То есть взгляд наш падает сверху вниз по диагонали, здесь точно так же сверху вниз по диагонали, слева направо, и здесь абсолютно точно так же. Как мы соответственно описываем эти картины либо фотографии? Ну, давайте посмотрим, например, на вот эту. В первую очередь мы должны отметить колокольню и церковь, потом окружающие деревья и дома и затем прийти к тому месту, где стоим мы с вами. Здесь абсолютно так же. Первое внимание к нам привлекает букет, начинаем с него, потом переходим к вазе, потом переходим к овощам и фруктам, к хлебу, который положен на столе и уже заканчиваем полным окружением. Именно так очень удобно описывать фотографии, особенно если есть еще и план того, что в принципе нужно рассказать. Это будет правильно, этим пользуются художники, почему бы не воспользоваться нам. Любая хорошая фотография построена на тех же самых принципах построения композиции. Так, какое отношение это имеет к коммуникации, дети не обсуждают по одной теме на русском языке. Отношение очень простое, уважаемая Гаринда. Им нужно научиться описывать фотографии, соответственно, вот по таким правилам можно легко и спокойно описать любую фотографию либо картинку. А сертификат будет в конце вебинара. Такие же примеры можно найти в Джо English для 7 класса, где нужно описать природу вокруг себя, посмотреть на картины различных русских художников и собственно описать эти картины. Да, как мы видим, данная картина построена по круговой композиции и эта картина тоже по круговой композиции. Соответственно, нужно начинать с девушки и раскручивая как по спирали описывать все, что происходит вокруг. Давайте посмотрим с вами на анализ результатов ЕГЭ говорений 2015, посмотрим, какие ошибки допускали учащиеся в течение экзамена в 2015 году и соответственно поможем тем, кто будет сдавать экзамены в 2016 году не допустить этих ошибок. Итак, при чтении фрагментного информационного или научно популярного текста были допущены фонетические ошибки разного плана. В задании один экзаменуемый неправильно произносят сложные звуки, не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются, например, маслс, неправильно произносят ряд звуков, которые меняют смысл слов, например, food и food, не соблюдают ударения в ряде слов, не умеют делить простые сложные предложения на смысловые синтагмы, не соблюдают интонацию в разных коммуникативных типах предложений. Все это взято из сайта FIPI, из итогов методического анализа результатов экзамена, с ними можно познакомиться, они написаны ко всем частям сдаваемого экзамена по английскому языку. В задании 2 к типичным ошибкам при выполнении можно отнести описывают картинку или составляют маловок вместо уточняющих вопросов, запрашивают не ту информацию, которая требуется, а почему? Потому что не умеют читать задание, невнимательно к нему относятся, используют вопросы как насчет, либо утвердительное предложение, расскажите о, хотя в инструкции к заданию ясно указано, что надо задать 5 прямых вопросов, нужно их тренировать именно на прямые вопросы. Не соблюдают гарматические правила при построении прямых вопросов. Многие экзаменуемые задают однотипные вопросы, используя одну и ту же конструкцию, например, what is the duration, what is the starting point и так далее. Если первые два вопроса можно принять, то остальные вопросы звучат неестественно. Правильным вопросом будут следующие. are there и так далее, do you offer и так далее, how much, where is и так далее. При обучении можно рекомендовать задание, которое поможет избежать однотипные вопросы и ликвидировать типичные ошибки. И, соответственно, мы с вами можем увидеть, что очень важно научить их тому, что есть разнообразные вопросительные слова, которые нужно использовать в своих прямых вопросах. при выполнении задания 3 экзаменуемые допустили следующие ошибки. Уписывать три картинки вместо одной. Утверждают противовес инструкции задания, что фото снимал кто-то из друзей или родственников, или что это они на фотографии. Обязательно нужно помнить о том, что это все, собственно говоря, это ошибка именно из-за того, что они невнимательно читают задания. Не указывают адресности, то есть, что это обращение к другу. Дают по одной фразе на каждый пункт плана. Дают неправильно интерпретировать содержание картинки. Нарушают последовательность пунктов плана, что приводит к нелогическим высказания. А почему нарушают? Потому что невнимательно читают задания. Не высказывают свое мнение о героях и картинке в целом. Не используют необходимые при описании клише, например, in the foreground, in the background, on the left. Допускают фонетические лексики, грамматические ошибки в ответе. То есть, как мы видим, большая часть ошибок именно от того, что невнимательно, как-то безответственно они читают задания к экзамену, к заданию в экзамене. Но, тем не менее, по результатам ЕГЭ-2015 практически 80% выполнили устную часть достаточно хорошо. Также лучше всего справлялись с заданиями на аудирование, хуже всего с заданиями на грамматику и лексику. То есть, тут тоже можно сделать определенные выводы. Но, опять-таки, если грамматику и лексику не учить, твою устную часть в дальнейшем будет хромать. И, подводя итоги нашего с вами вебинара, уделяйте говорению больше времени на уроки, развивайте умение спонтанно речи учащихся, тренируйте скорость реакции на реплики собеседника, чтобы они могли реагировать на, допустим, палеологическом общении, на реплики разных своих собеседников. Тогда они на экзамене наберут опыт быстрой реакции. Помните, что проверяется умение достигать коммуникативную цель на иностранном языке, а не проверяется какая-то определенная лексика или грамматика. Дополнительные ресурсы и пособия, которые можно рекомендовать. Это fipi.ru, конечно же, основной наш сайт, на котором вы можете очень подробно и внимательно ознакомиться с демонстрационным вариантом, ознакомиться с итогами экзамена EG 2015, прочитать соответственно рекомендации, те типичные ошибки, часть из которых я вам показал. Вы можете все это обсудить на englishteachers.ru, мы тоже подключимся к этой беседе, я думаю, что сможем вместе решить и ответить на многие вопросы. Также советую вам обратить внимание, что называется, держать руку на пульсе, скоро у нас выходит EG, английский язык, устная часть Радислава Петровича Миллиуда, 160 заданий в нем с аудиозаписями, аудиозаписи, обратите внимание, сейчас я даже приближу, они у нас все заложены на QR-код, по которому вы можете скачать все аудиозаписи и работать с ними в любом удобном для вас месте посредством смартфона, либо планшета, либо с этих устройств, перенести это все на ноутбук или компьютер. Также вы можете готовиться к экзаменам при помощи пособий к подготовке к российским олимпиадам, которые также готовят к ОГЭ-ЕГЭ, автора Мухмурян и Подьяковой. также вы можете использовать пособие EG-2015 шибкие как их избежать автора Костюка Боголюбова, который можно подготовиться к письменной части экзамена. Вы можете использовать здесь уже нет обложек, но я скажу ОГЭ-2015 автора Тарабанева это к письменной части и что называется держим руку на пульсе, опять-таки чтобы проект уже был утвержден и тогда в продаже появится ОГЭ-английский язык устная часть автора Владислава Петровича Миллиуда, который вам тоже, я надеюсь, поможет. Вот сейчас я готов ответить на ваши вопросы и после этого мы выложим ссылку на сертификат и на слайде будет информация о том, как его можно получить. Также как только будет утвержден проект, выйдет новое пособие, мы проведем еще, конечно же, один вебинар по ОГЭ-утсной части. Спасибо большое за хороший отзыв. Так, хорошо, раз вопросов больше нет, то тогда выкладываем ссылку на сертификат и, соответственно, уже, к сожалению, будем прощаться. Я вам желаю хорошего вечера, я надеюсь, что ваши ученики, конечно, зададут экзамены хорошо. И, что самое главное, мы готовим день за днем, выполняя свою работу качественно в течение уроков. Вот, опять-таки, та же ссылка, которая у нас на сертификаты выложена на слайде.